Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 октября. Вот сегодня я снимала видеоролик о каталоге томатов, всех сортов, которые я выращивала в этом году. И во время этого видео я уже говорила, что у меня немного более времени свободного образовалось, потому что огород отошел на задний план. Вот сейчас сижу и любуюсь, как вот такие огромные снежинки падают, как такой новогодний сказочный снегопад. Так как времени больше, снег, я говорю, что загнал меня домой, я сегодня, не откладывая в долгий ящик, хочу рассказать про свою эпопею с Черными Принцами. Многие ждут моего рассказа и моего результата. Результат, эксперимент с Черными Принцами немножко смазанный получился, потому что, смотрите, я ждала до последнего, когда мне пришлют всех, ну, с разных источников Черных Принцев, чтобы посеять их в один лоток и высадить на одну в рядку. И поэтому посев получился поздним, посадила я его в самом предпоследнем лотке. И высадила позже. И поэтому он у меня долго ждала, когда начнут созревать. Когда начали созревать у меня там, знаете, эпопея с собакой, заболела собака. И я, короче, у меня было уже не до Черных Принцев. Я сейчас буду рассказывать. Но съемок не было, сразу говорю. Вот смотрите, с чего началось? Началось с того, что и в предыдущие годы, ну, мы знаем, что Черный Принц, он считается как таким классическим черноплодным томатом. И многие его нахваливают. У кого уже есть семена, и кто из года в год его заготавливает, у многих есть такие экземпляры, что они считают его одним из самых лучших сортов томатов. Я давно это слышала. И еще давным-давно в советские времена я пыталась один раз посадить, второй раз посадить. Но у меня получались какие-то не такие, ну, не похожи с теми описаниями, которыми делились со мной люди. И я давно очень мечтала найти именно настоящего Черного Принца. В прошлом году помнят, как появился красный подкидыш, когда я из такого вот, а вот, точно из такой пачки вот Сибирского Сада посеяла, хотела вырастить Черного Принца. Вот Черный Принц, он должен быть именно вот такой, плоско-округлый, темно-шоколадного цвета и большого размера плоды, ну, как крупные. Вот в описании это здесь, все прекрасно у него написано, что плоды плоско-округлые, темно-бордовые, на удивление темно-темного бордово-шоколадного цвета, мясистые, на удивление сладкие, массой 400 грамм. Все, прекрасный Черный Принц, но вырос, что выросло в прошлом году, вы знаете, выросла вот такая красная дробь, подкидыш, который назывался. И я в прошлом году все семинары заслала в подарок своим заказчикам. И многие, что странно, многим он понравился, и многие вот так нахваливают, что он очень обильный, он весь увешан плодами, что плоды сладкие, поспел он рано, это, хоть и совсем другой сорт, подкидыш, и неизвестно какой, но оказался тоже, он кому-то пришелся ко двору. Но так как мне нужен был именно Черный Принц, я подкидыш в этом году даже садить не стала, выращивать этот сорт. И я поделилась со своими зрителями, что если у кого-то есть Черный Принц, там и по обмену, и всяко в дар, давайте как-нибудь вот мы сделаем, чтобы у меня коллекция Черных Принцев собралась, и я найду самый-самый лучший, и его размножу. И вот смотрите, мне пришло очень много экземпляров, и что самое интересное, они даже изначально на картинке разные. Ой, как бы вам сказать, вот смотрите, мне неохота резать видео и делать видеомонтаж, после этого очень часто у меня почему-то звук со соображением не совпадает, и получается очень смешно. Я сижу, как рыба, рот открываю, а звук приходит через несколько секунд. Я вот так расскажу, смотрите, два, один я сама купила, вот этот Черный Принц, один мне прислали, два экземпляра Сибирский сад, но разных, ну разные, вот смотрите, совсем разные, этот с медведем, это просто, и одна и та же фотография, но здесь верхушка другая совсем, короче, разные. Именно эти вот из Санкт-Петербурга от Забелла Ольги, вот эти пришли, эти с города Мурина от Лосевой Натальи пришли, вот этот Черный Принц у меня пришел от Елены Багаевой, Мариэл, вот видите, совсем другой. Хотя, а, тут и описание другое, написано 2,5 метра, 200-300 грамм, темно-бордовые, а на этом написано 150-180 сантиметров, уже совсем другое описание. Написано, лидер по крупноплодности среди черных сортов. Потом, вот эту прислали мне, это тоже Наталья Лосева, она, кстати, прислала, где же, нет, подождите, а вот, вот такой и вот такой, два разных. А тут, вот смотрите, читаю, так, плоды плоскоокруглые, темно-бордового цвета. Это тоже Черный Принц, написано, плоды округлой формы, крупные, массой 250-400. И здесь видно, что они вот круглые, вот он и уродился круглый, как бильярдный шар, вот идеально круглый. И хочу заметить справедливости ради, что он тоже был очень вкусный, очень мясистый, но если мы изначально, как будем принимать внимание, во внимание, что все-таки плод должен быть плоскоокруглый, то значит это какой-то другой Черный Принц. И вот мне всегда интересно, когда разные сорта томатов, даже если одна характеристика у них не сходится, один округлый, вот такой шаровидный, а другой плоскоокруглый, но это же не может быть один сорт, ясно, что это совсем другой сорт. Почему только их называют одинаковыми именами, я не знаю. Вот это фирма Плазменные семена, это фирма Артикул, это фирма Сибирский сад, еще фирма есть, вот, кто-то мне, Козло, Наталья Козлова с Волгограда прислала, это фирма, производитель селекции масштабков, Планета Семян, это фирма Планета Семян, мне вот зрительница сделала ксерокопию с пачки, написала, отправляя вам семена Черный Принц, я писала в комментариях, что смотрела ваше видео про Черный Принц, взяла посмотреть свою пачку, открыла и увидела чудо, в упаковке лежало два пакетика семян, вот такая история, отправляю один пакетик вам, с уважением, Наталья Козлова, тоже начинающий, у меня тоже начинающий канал на YouTube, вот, и, короче, как вы поняли, что, когда мне начали присылать, это, еще кроме этого, по обмену получилось Белоруссии от зрительницы Шевуха, Черный Принц, прислали мне из Латвии, Черный Принц, короче, в сухом остатке, я посеяла, сейчас вам позову всех, Черный Принц из Серышева от Ирюменко, Черный Принц из Мурина от Натальи Лосевой, Черный Принц из Мурина от Лосевой, тоже другие, только плазменные семена, из Мариэл от Багаевой, из Белоруссии от Шевуха, из Череповца от Юлии Владимировой, из Волгограда от Козловой Натальи, и еще, а, ну здесь не дописано, и еще от этого, короче, и из-за границы одного, но вы представьте, каково мое удивление было, я их высадила, все, и сразу же на первых порах они начали различаться, какие-то немножко повыше, какие-то ниже, одни плоды начали развиваться плоско-округлыми, другие шарообразными, третьи, мелкие, короче, вот эксперимент этого года с Черным Принцем мне показал, что настоящего принца найти очень сложно, с 15 наименований, ну, с одного наименования из 15 источников получилось всего два экземпляра, из 15 всего два, которые вот по моим оценкам полностью соответствовали характеристике, то есть это был и вес такой, они должны быть крупноплодные, раз он лидер по крупноплодности, это был и цвет такой темно-шоколадный, это был он и на разрезе красивый, он был мясистый, он был сладкий, и вот все, что написано о настоящем Черном Принце, все соответствовало, и что самое интересное, одна, один из Черных Принцев, который полностью соответствовал, получился все-таки с Сибирского сада, именно с такой же пачки, с которой я в прошлом году Черную Дробь вырастила, так что это меня натолкнуло на мысль, что кто хочет настоящего Черного Принца вырастить, то возможно его поймать и в заводской пачке, может быть вам повезет, попадется Черный Принц настоящий. Второй экземпляр, который мне очень понравился, и который тоже соответствовал, это оказался белорусский Черный Принц, короче заморский, который прислала мне Александра Шелуха. Он, немножко у них есть различия, вот от Сибирского сада он был более такой, круглой, правильной формы, а вот из Белоруссии у меня получился Черный Принц, он немножко как бы, ну вот как бабушки на помидоры, такие немножко изогнутые, и вот, короче, вот такие вот, тут вот сильно такие ребристые у жопки. И еще один Черный Принц понравился, который вырос из, сейчас скажу, Еременко Серышева, из Серышева, вот этот Черный Принц, короче, три Черных Принца оказались вот прям идеальные. Один Черный Принц, вот этот вот, который от Лосевой Натальи, вот с плазменных семян, он как описан, вот что следовало от него ожидать, он так и получился, шарообразный такой, вот как бильярдный шар, только черный, он сладкий, мясистый, все, но все-таки мы знаем, что настоящий Черный Принц, он должен быть плоскоокруглым. Короче, вот этот шарик тоже получился очень сладкий и вкусный. Но видите, у меня какая проблема, я же хотела найти настоящего Черного Принца, и вот этот, хоть он и вкусный, хоть он и хороший, я его назвать настоящим Черным Принцем не могу, потому что самая главная сортовая характеристика, по которой мы отличаем, это плоскоокруглый плод, у него не выдержано, это совсем другой принц. Но я их проименовала так, что Черный Принц, вот этот вот будет 1 и 2, это будут натуральные, настоящие принцы, а вот эти будут Черные Принцы, немножко с пометкой, что, ну как описание будет в каталоге характеристика, что это не такое. И еще Черный Принц, который изначально был заявлен, вот где-то у меня еще описание, я сегодня не нашла, он изначально был заявлен, как мелкоплодный, ну вот как производитель, фирма, все официально, фирма производит томат Черный Принц с мелкими плодами, оказывается и такой есть, но измельчал Минчий Принц, что сделаешь. И вот он тоже сладкий, он тоже вкусный, но у меня рука не поднимается, его называть Черным Принцем, не имею права переименовать его по-другому, но и будет, я уже говорила, будет он как подарочный, буду вкладывать в заказы, и в этикетке будет помечено, что это какой-то вот Черный Принц, новый вариант Черного Принца, который мелкий. Но вы, если его будете выращивать, вы не пожалеете, он тоже вкусный, он урожайный, их много, но он только по размерам не дотягивает до настоящего Черного Принца. И вот эта история с Черными Принцами еще раз подтвердила, я уже была и так убеждена, но еще раз меня убедила в мысли, что когда мы покупаем какую-то пачку с семенами, бывает, что вот у меня русский богатырь также попадалось, потом сахарный бизон, ну такая же история. Сейчас очень много гуляет сортов с одинаковыми названиями, но с разными сортовыми характеристиками. Причем некоторые из них, вот несколько прям официально выпускаются семенными фирмами и описываются именно такие, как вот они есть, что они мелкие, вот такие, но название почему-то сохраняется от первого сорта, от первоисточника Черного Принца, хотя нисколько он вообще на него не похож. Я, естественно, я буду оставлять семена на будущий год на посев только с тех Черных Принцев, которые действительно считаю истинными, которые подходят по всем сортовым характеристикам, как я уже сказала, вот всего три разновидности, и из этих трех разновидностей уже можно будет потом выбрать, может быть, это один и тот же сорт, может быть, это три сорта, которые наиболее похожи между собой, то есть они плоскоокруглые плоды, они крупные, они черные, и потом уже из трех вот этих сортов на будущий год буду выявлять, который Черный Принц самый лучший и настоящий. Ну, скорее всего, вот два Черных Принца, которые с Сибирского сада, и которые вот от нашей зрительницы, это, скорее всего, один сорт, но из Белоруссии, возможно, может быть, какой-то его брат, этого Черного Принца, может быть, этот сорт, может быть, не этот, испытания будут продолжаться, но вывод такой, что Черного Принца, даже не Черного, просто настоящего Принца найти очень сложно. Попались всякие меленькие, не дотягивали которые, которые вообще даже лжепринцы, можно сказать, хотя носят все одно и то же имя. Вот такой неутешительный у меня результат поисков, ну нет, как неутешительный, все равно я нашла же настоящего Черного Принца, на будущий год буду выращивать, ну хотя, просто вот в этом году заняла целую грядку, очень много места заняла вот под все эти разновидностей, а всего три кустика, те, которые подошли на развод. Вот, будем размножать Черных Принцев. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok